Приветствую вас, друзья! Очень рад быть вместе с вами. Меня зовут Пастор Крэль, и у меня есть огромное привилегие быть знакомым с вашим Равином, Равином Валентином и его прекрасной женой Татьяной. Мне выпала честь делиться с вами словом на шаббате несколько лет назад. И я очень благодарен за то, что сейчас мне снова выпала эта честь, поэтому спасибо, Рав Валентин. Спасибо большое за это приглашение, потому что так же, как и вы, я очень люблю говорить о Ишуа. Он – наша жизнь. И как много способов существует для того, чтобы праздновать его присутствие в нашей жизни. Одной из таких причин является Песох. Песох – это прекраснейший праздник. Так же, как у некоторых из вас, мои ранние воспоминания из жизни как раз касаются Песоха. Я вспоминаю, как я сидел на полу в доме моих дедушки и бабушки как раз на пасхальном седере. И в то время вся моя семья сидела за столом, и они наслаждались пасхальным седером и пищей. Понятное дело, что я сидел за столом, но понимаете, когда семья продолжает разговаривать, ребенку не совсем интересно, я шел и сидел на полу. И я очень хорошо это помню. Я очень люблю Песох и до сегодняшнего дня. Сегодня вот о чем я бы хотел поговорить. Идея, которую я хотел бы поделиться в том, что Песох – это праздник пробуждения. Когда мы говорим о слове пробуждения или оживления, это означает вернуться к жизни. И Господь использует праздник Песох в Писании для того, чтобы пробудить людей, пробудить народ, потому что есть всегда времена пробуждения. Или другими словами, времена оживления. И знаете, что мне больше всего нравится? Это когда люди говорят или я говорю людям о том, что все величайшие истории пробуждения, которые присутствуют в Писании, это как раз они все связаны с Песохом. Фактически нет более великих пробуждений, которые были бы описаны в Писании, чем те пробуждения, которые связаны напрямую с праздником Песох. Сейчас на экране вы можете увидеть как раз отрывки из Писаний. Это семь отрывков или семь раз, когда Танах называет праздник Песох и перечисляет его. И все это величайшее пробуждение. Исход, который организовал Маше, это пробуждение. Годовщина после исхода при Маше, это тоже великое пробуждение. И Вошо Бен-Нун, или Иисус на Вину, приводит народ Израиля для завоевания земли, это тоже во время Песоха. Пробуждение во времена царя Езеки, это тоже пробуждение во времена Песоха. Пробуждение при Иосии, это тоже история, которая произошла в Песохе. Пробуждение при Эзре, это тоже во время Песоха. И Езекииля, 45 глава, повествует о том, что Песох будет праздноваться во время Тысячелетнего Царства. Когда празднуется Песох? Ну, вы, скорее всего, все это знаете. Первый Песох, который упоминается в Писании, как раз происходит во времена, когда Маше был посол Всевышним для того, чтобы вывести народ. И скоро мы будем праздновать это событие 27 марта. Писание же говорит в книге Левит, что праздник начинается в 14 день первого месяца. А затем идет 7 дней мацот, или 7 дней пресного хлеба. И на основании этого факта, что у нас есть 14 день месяца, а потом 7 дней мацы, мы можем определить еще два определенных события или времени, когда Песох происходит в Танахе. Это истории, которые не названы напрямую Песохом, или мы не знаем точно, что они произошли во время Песоха, но посчитав, мы можем это определить, что как раз событие происходит в этот момент. Одно из таких событий – это 21-дневный пост Даниэля. Писание говорит, что Даниэль, пророк, он постился 3 полных недели. в первом месяце года. Три полных недели мы можем посчитать, это 21 день. Он постится 21 день в первом месяце года, и Песох, мы знаем, выпадает на первый месяц года. Пост Даниэля закончился на 24-й день первого месяца, поэтому значит, что он мог начаться в третий день первого месяца. Таким образом, Даниэль постился с 3-го дня по 24-й день первого месяца. Песох же начинается на 14-й день первого месяца. То есть, пост Даниэля начался перед Песохом и продолжался уже после его завершения, после завершения самого праздника. В книге Даниэля, 10-я глава, 3-й стих, Писание говорит следующее. Он не ел квасного хлеба. То есть, если вы знаете еврит, то это обозначает, что он не ел именно лехом. Другими словами, обозначает, что он ел хлеб бедности. И так и должно было быть, потому что это был как раз Песох. В исходе 12-й главе присутствует заповедь, которая дана еврейскому народу, народу Израиля, о том, чтобы они не ели хлеб квасной, ничего квасного, или, другими словами, употребляли хлеб бедности. Так этот хлеб называется во Второзаконии 16. То есть, Даниэль не ел хлеб квасной, потому что он готовился к Песоху. Далее сказано, что он не ел также и мясо. Почему он не ел мясо? Потому что он не мог принести в жертву пасхального ягненка, так как во Второзаконии, в той же 16-й главе, говорится, что ягненка можно принести в жертву только в избранном Богом месте. Таким образом, можно предположить, что Даниэль подумал, «Раз я не могу принести в жертву, как полагается, тогда я не буду есть никакого мяса». Так же сказано, он не пил вина, потому что вино – это напиток радости. Даниэль начал свой пост на третий день, первого месяца. Почему? Потому что он жил в изгнании. Он подумал, «Я живу в изгнании, не обязательно это место должно быть Египтом физическим. Я в Вавилоне, но все равно я не нахожусь в обещанной земле». Он не в обещанной земле, его народ не в обещанной земле. Это очень сильно влияло на Даниэля. И он в себе сказал, «Я не могу дождаться этого исхода, этого Песоха». И он начинает этот пост на Песох, который подразумевает, что нужно воздерживаться от всего квасного, от закваски. Понимаете, в любой день мы можем есть не квасной хлеб, да, пресный хлеб. Но во время Песоха нельзя есть квасной. Это своего рода пост, но который Бог ожидает, что мы будем проходить с радостью. Поэтому это праздник. Итак, Даниэль чтит этот праздник, начиная с третьего дня первого месяца и заканчивая двадцать четвертым днем первого месяца. Потому что Песох или праздник Мацы заканчивается на двадцать первый день, и он говорит, «Я не остановлюсь на этом, пока я живу в изгнании». Поэтому он продолжает пост, продолжает праздник пресного хлеба. И на двадцать четвертый день месяца у него невероятная встреча с Богом. Напрямую не сказано, что это происходит в Песох, но мы уже поняли, что это именно в этот период. Еще одна история, которая включает в себя пасхальный период или период Песоха, как раз содержится в книге «Эстер», хотя напрямую не упоминает этот праздник. Сказано, что песцы царя были призваны в четырнадцатый день первого месяца, чтобы издать указ о том, что все евреи или все иудеи должны быть убиты. То есть в тринадцатый или, более вероятно, в четырнадцатый день первого месяца все гонцы царя были посланы с этим указом, который гласил, что все евреи и все иудеи должны быть убиты в двенадцатый месяц года. Но сам указ вышел 13 или 14 дня первого месяца. И Песох как раз выпадает на 14 день первого месяца. То есть евреи в империи должны были садиться или уже сидели за пасхальным седером, как вдруг они услышали весть о том, что на 12 месяце они должны быть убиты. Это фактически тоже пасхальная история. И они могли сидеть за пасхальным столом и задаваться вопросом, переживать о том, спасет ли их Бог вновь, так же, как Он спас их во время первого Песоха, во время Намоше. Правда, интересно, сам праздник Песох не упоминается, но он явно там вкраплен. Конечно же, величайшим мега событием, о котором мы знаем, которое происходит в Песох, это смерть, погребение и воскресение Ишуа, которое произошло во время Песоха. Потому что он был распят как раз в период Песоха. Поэтому можно сказать, что вот это переходное состояние или переход от одного завета к новому завету происходит как раз в период Песоха. Еще раз напомню, что пробуждение обозначает вернуться вновь к жизни. А Ишуа был распят и воскрес к жизни, чтобы мы могли родиться свыше или родиться вновь, чтобы все мы пережили эту новую жизнь, чтобы мы обрели эту новую жизнь, чтобы мы ощутили это пробуждение благодаря тому, что Он сделал на кресте во время Песоха. И это весьма прекрасно, не так ли? Стойка казни или крест была изначальным, и она являлась Божьим планом еще до создания мира. Книга Откровения 13, 8 говорит следующее. Ишуа или Агнец был заклан еще до создания, до основания мира. Та же самая мысль повторяется в Откровении 17, 8 стих. Если это перефразировать, то еще до того, как Господь произнес слова «Да будет свет», у Него уже был план, который подразумевал стойку казни или крест. Этот план был целиком и полностью создан. Его не нужно было выдумывать. Ему не нужно было говорить «Ой, сейчас нужно создать план спасения, потому что Адам и Хава согрешили». У Него уже был этот план. Всевышнему не нужно было говорить «Ой, нужно составить план, потому что Сатан увел треть ангелов, и что ж теперь делать?» У Всевышнего уже был весь план. Прежде чем Господь заложил основание мира и вселенной, у Него уже был план того, что произойдет на кресте. И это также история Песоха, пасхальная история. Это праздник пробуждения. Именно по этой причине я считаю, что когда описываются творения, то сначала есть тьма, а потом появляется свет. Мы читаем о том, что когда Ишуа висел на кресте, когда он умирал, то сначала наступила тьма. Перед светом была тьма. Таким образом можно сделать вывод, что все основано как раз на вот этой истории о кресте. Сначала тьма, потом свет. То есть от самого основания или еще до основания мира Ишуа был распят на кресте. Крест или стойка казни была изначальным планом Всевышнего. И многие могут отметить, что исход еврейского народа при Маше это был не первый исход их из Египта. Жизнь Авраама как бы является прообразом того исхода, который организовывает Маше. Мне очень нравится одно издание Библии, которое называется «Еврейская учебная Библия». Его создало еврейское публицистическое общество. И там есть интересное примечание, в котором сказано, что жизнь или исход Маше – это как бы повторение жизни Авраама. То, что происходит во время исхода Маше, прообразом этого явилась жизнь Авраама. В Идея 12 главе Авраам как бы закладывает фундамент для всех действий, которые происходят во время исхода, который возглавляет Маше. Авраам спускается в Египет. Почему? По причине голода. По той же самой причине Израиль спустился в Египет и поселился там во времена Якова. Мы помним также, что фараон приказывает убить всех первенцев мужского пола, как бы боясь мужчин в среде еврейского народа. Похожим прообразом является тот момент, когда Авраам находится в Египте, и у фараона не могут, или у Авимелеха также не могут рожать женщины, пока Сара находится в руках царя. То есть, Всевышний как бы закрывает утробу женщин и не дает им плодиться и давать потомство. При этом, женщины во время рождения Маше, они не были под угрозой смерти, только мужчины или мальчики. Так же самое и во времена Авраама, когда цари хотели взять Сару в жены. Она была в безопасности, так же, как и другие женщины, которые были у Авраама. Мы читаем о казнях, которые происходят во время Исхода, и мы также читаем о казнях, которые коснулись Авимелеха, и его женщины не могли зачинать детей. В истории о Маше мы знаем, что в итоге евреев освободили из рабства, так же и Авраама отпустили. Евреи при Маше вышли из Египта с большими пожитками, с большим богатством, так же и Авраам вышел с благословением. Таким образом, Исход во время Маше, он является пробуждением для потомков самого Авраама. Это возвращение, это пробуждение тех событий, которые уже происходили с Авраамом. Генеалогия Авраама возвращается к жизни, вновь пробуждаются, ведь это потрясающе. Следующий Песох, который присутствует или упоминается в Писании, это Песох Шени. Он описан в книге чисел 9 главе. Это на самом деле пробуждение. Это возвращение к жизни. Как раз в праздник, когда происходит это возвращение к жизни или пробуждение. Числа 9 глава описывают как раз время подготовки к Песоху. Это 14 день первого месяца, и Израиль был готов праздновать Песох. Но появилась одна проблема. В Стане находились люди, которые прикасались к мертвым, и по этой причине не могли участвовать в праздновании Песоха. Поэтому эти люди пришли с жалобой к Маше в 9 главе чисел 6 стихе. Они пришли к Маше и задали вопрос, почему нас удерживает от принесения жертв Всевышнему. Мы хотим принести жертвы, мы чувствуем себя обманутыми. Мы хотим соблюсти Песох. Поэтому Маше говорит, стойте тут, никуда не уходите, сейчас я пойду и узнаю ответ. Интересно, что Маше как раз ожидал получения быстрого ответа на данную проблему, что по сути и произошло. Итак, на основании этого в 9 главе книги чисел Всевышний говорит, что есть вариант, и люди все равно могут отпраздновать Песох, даже такие. Но это может произойти в 14 день второго месяца, вместо празднования на 14 день первого месяца. Таким образом, это положило начало нового праздника, который получил название Песох Шини или Второй Песох. Это, по сути, прекрасная история, потому что причиной, по которой они не могли участвовать в праздновании Песоха, заключалось в том, что они прикасались к мертвым телам. Другими словами, смерть пыталась воспрепятствовать Песоху. Но Господь сказал, что даже смерть не сможет остановить Песох. Песох – это праздник пробуждения, праздник, когда мы возвращаемся к жизни. Песох – это праздник, который повествует о смерти, погребении и воскресении из мертвых. Следующая история, на которой хотелось бы остановиться касательно Песоха, это история пробуждения Егошуа Беннуна, или Иисуса Новина. Мы помним, что в книге «Исход» – это пробуждение при Маше, или самого Маше, и тогда Песох происходит в первый месяц года. А само торжество по случаю праздника, сам Седр, происходил на 14 день первого месяца года. Мы также помним, что ягненка брали на 10-й день первого месяца, когда праздновался как раз в этом. Об этом мы читаем в книге «Исход» 12 главе. В книге Егошуа Беннуна мы читаем о том, что река Иордан, она разделилась надвое перед Иешуа, Егошуа. Так же само, как и Красное море разделилось перед Маше. И книга Егошуа Беннуна, Иисуса Новина 4 глава 19 стих, говорит о том, что народ вышел из реки в 10-й день первого месяца. Другими словами, народ Израиля вошел в обещанную землю в тот самый день, когда должен был выбираться или отбираться ягненок в жертву. Иначе говоря, самое первое действие, которое совершает народ Израиля, входя в землю обещанную, это то, что они отбирают ягненка для жертвы. Самое первое действие, которое предстоит Израилю, самое первое празднество, это праздник Песоха. Таразагония 6 говорит о том, что Господь взял их из Египта, чтобы привезти их в обещанную землю. Они совершили исход на Песох и также вошли в землю в сам Песох. Это праздник пробуждения. Следующий Песох, который описывается в Писании, это пробуждение Езекии. Вот что Писание говорит во второй книге Хроник или второй книге Параллипомином, что в первый год царствования царя Езекии, в первый месяц он открыл двери Дома Господня и починил его. То есть в первый месяц года Езекия начинает ремонт в храме. Также Писание нам говорит о том, что он приказал священникам и левитам совершить освящение храма Божьего. И фактически там написано буквально прямым текстом, что необходимо было вынести мусор из Дома Божьего. То есть храм превратили в мусорную свалку. Итак, Езекия восходит на престол в ужаснейшие времена, на самом деле, для Израиля. Это был период духовного отступничества, полнейшего. Место поклонения было просто в руинах. Таким образом начали очищение храма, обновление храма. И Писание говорит, что этот процесс начался в первый день первого месяца. И снова мы знаем, что Песох как раз выпадает на первый месяц года, на его 14 день. Итак, очищение храма началось в первый день первого месяца года, а завершилось это действие на 16 день первого месяца года. Таким образом, это означает, что они не завершили работы по очищению храма раньше, чем через два дня уже после празднования Песоха. Но что же тогда было им делать? Они решили праздновать Песох Шми, второй Песох. Они решили соблюсти Песох во второй месяц года, потому что не было возможности сделать это в первый месяц года. Поэтому в случае с Языкией, это не просто пробуждение на Песох, а это, можно сказать, пробуждение самого Песоха в народе. Это пробуждение и возобновление посвящения Израиля Богу. Поэтому Израиль в этой истории решает праздновать Песох Шини или второй Песох, потому что к празднованию первого Песоха, который изначально был заложен, они не были готовы. Но они не просто отпраздновали Песох Шини, а в книге 1 Хроник, 30 главе, говорится следующее, что само праздничное действие длилось не один день в Песох Шини, а продолжалось все семь дней Мацы, а потом его еще продлили на дополнительные семь дней. Другими словами, Языкия, царь Языкия, ввел Израиль в такую практику празднования не просто второго Песоха, но дважды празднования Песоха, как бы отпраздновав еще то, что нужно было в первом месяце. Этот царь привел Израиль к пробуждению, к жизни из мертвых. Насколько большим было это пробуждение? Во втором Хроник, во втором Паралипоменом, 30 главе, говорится следующее, что ранее не было подобного пробуждения тому, которое сделал Языкия, аж со времен Соломона. Это самое большое пробуждение в истории Израиля со времен Соломона. Царь Шлома умер в 931 году до нашей эры. Царь Языкия начал править страной в 716 году до Рождества Христова, до новой эры. То есть, если посчитать, то пробуждение при Языкия – это величайшее пробуждение за последние 215 лет перед ним. И снова можно сказать четко и точно, что это пробуждение на Песох. Пусть Господь даст вам пробуждение на этот Песох. Потом мы переходим к прапраправнуку Языкии. Его имя – Иосия. Иосии было 8 лет, когда он стал царем. И на восьмой год его правления он начал искать Господа всем сердцем своим. А в 12-м году он начал процесс очищения всей страны от всех идолов, которые были на ней расположены, от всех ложных богов, которые присутствовали, были насаждены по всему Израилю. А на 18-й год правления царя Иосии он начал очищать именно Дом Божий, Храм Господень. Он уже очистил землю, теперь он очищает Дом Божий. Править царь начал, когда ему было 8 лет, теперь это уже 18-й год его правления. Теперь ему уже 26 лет. Ему 26 лет, и он производит ремонт в храме. И вот, когда происходят эти ремонтные работы в храме, Хелкия, священник, находит то, что там называется в Писании «Книгу Закона». Или многие ученые говорят, что это была книга в Таразаконе, свиток в Таразаконе. И они читают вслух эту книгу царю. И когда царь услышал эти слова, он разодрал одежду на себе и начал каяться. Не забывайте, что ему 26 лет, и предположительно это 622 год до нашей эры. Что же сделал Иосия? Он объявил празднование Песоха на 14-й день первого месяца. То есть он производит ремонт в храме и соблюдает праздник Песоха. Это уже пробуждение Иосии. И царь Иосия, или Ошея, он подготовил целых лидеров для того, чтобы повести весь народ в празднование Песоха. Его прадедушка Язекия, он пропустил первый Песох. Язекия повел народ в том, чтобы праздновать Песох Шини, или второй Песох. Но Иосия, или Ошея, он как раз захотел, чтобы народ праздновал Песох основной. То есть, другими словами, Иосия сделал еще более величайшее событие или действие, чем его прапрадед Язекия. И во второй Паралипоменон 35-й главе говорится, что так, как Иосия сделал Песох, никто никогда не делал. Аж с самих дней пророка Шмуэля, или Самуила. Писание говорит о том, что ни один царь Израиля, или Иудея, не праздновал Песох, так, как это сделал Иосия. Другими словами, даже царь Давид не праздновал Песох, так, как это делал царь Иосия. Царь Шломо не делал празднования таким, как сделал его царь Иосия. Пророк Шмуэль, или Самуил, умер в 1012 году до н.э., а царь Иосия начал править в 640 году до н.э. Царствование Иосии началось через 372 года после смерти пророка Шмуэля. Однако же царь Иосия не праздновал Песох с народом аж вплоть до 18-го года своего правления в стране. Другими словами, если посчитать, то Песох, который организовал Иосия, пришелся на 390-й год после смерти Самуила. Получается, что это величайший Песох для народа Израиля за последние 390 лет. Я думаю, что Писание здесь делает определенный акцент. Пробуждение Иосии – это величайшее, огромнейшее пробуждение для народа Израиля. Но почему это празднование такое грандиозное? Потому что это самое большое и великое празднование за предыдущие 390 лет истории Израиля. И это огромное пробуждение. Да даст Господь пробуждение и вам в этот Песох, в этом году. Следующий Песох или пробуждение, о котором мы читаем в Писании, это пробуждение или Песох Эзры. Вы знаете книгу Эзры, и ободряю вас прочитать ее вновь. В главах с первой по шестую говорится о том, что и сам храм, и Песох были восстановлены. И в седьмой главе говорится, что Эзра пребывает в Иерусалим, а с седьмой по десятую он уже как бы настраивает самый религиозный уклад. В книге Эзры, в шестой главе, в девятнадцатом стихе говорится следующее, что потомки плена, или, другими словами, те, кто вернулся из бавилонского плена обратно в Израиль, отпраздновали Песох в четырнадцатый день первого месяца года. То есть, другими словами, пробуждение Эзры — это тоже пробуждение на Песох. Также хотел бы остановиться на пробуждении, которое связано с пророком Иезкиилем. Он, пророк, описывает уже конец времен. Он описывает то время, когда Машиах возвращается на землю, и он правит над всем, над всей землей. И в книге Иезкииля, в сорок пятой главе, двадцать первом стихе говорится, что весь мир будет соблюдать или праздновать праздник Песоха. Как раз в первом месяце, в четырнадцатый день первого месяца. Также в Иезкииля, в сорок пять, двадцать пятом стихе упоминается еще одна деталь, что весь мир также еще будет праздновать праздник Сухот. Пророк Иезкииля описывает тысячелетнее царство Господа и перечисляет два праздника. Таким образом, Песох указывает на пробуждение уже в конце времен, когда весь мир оживает или пробуждается перед Господом. Даже пророк Иеремия говорит о том, что произойдет пробуждение так называемого конца времен или последнего времени. И это будет нечто, о чем весь мир еще никогда не видел. Иеремия 23, 7-8 стих говорит о том, что наступит время, наступят дни, когда уже не будут говорить, что жив Господь, который вывел Израиль из Египта, но будут уже говорить, что жив Господь, который вывел детей Израиля из северных народов, из северных земель и из всех других стран, в которые я их рассеял. И они будут обитать в своей земле. Таким образом, пророк Иеремия говорит, что народ Израиля будет в будущем праздновать Песох, но это будет не по причине и не благодаря тому, что народ Израиля вышел уже из Египта. Но наступит день, наступит момент, когда Господь совершит нечто такое великое, что народ Израиля будет праздновать Песох, но не вспоминая уже события Египта. И действительно существовали такие дни, такие длительные периоды, когда Израиль впадал в отступничество и не соблюдал праздник Песох. Но такого еще никогда не происходило, что Господь совершал настолько великое событие, что Израиль говорил бы, мы будем праздновать Песох, но теперь уже не по причине нашего исхода из земли египетской, из рабства египетского. Грядет величайшее, огромнейшее и чудесное спасение всего народа Израиля. И это произойдет в грядущие времена. И Господь покажет свою силу ради народа Израиля. В Танахе только семь конкретных упоминаний о празднике Песох. Еще два дополнительных в книге Даниэля и тот момент, который описан в событиях Пурима. Но самое центральное событие Песоха, это, конечно, событие, связанное с Ишуа. Песох указывает на величайшую жертву Ишуа, потому что Ишуа был распят, был казнен как раз в праздник Песох, в период Мацы. И он дал возможность всем и каждому быть рожденным свыше. На Песох Ишуа дал нам возможность иметь пробуждение. Он дал возможность мне лично пробудиться. Песох также указывает на второе пришествие Ишуа. Именно во время Седора на Песох Ишуа совершил хлебопреломление, которое мы называем причастием. И Господь говорит, что это хлебопреломление указывает на его второе пришествие, на его возвращение. Мы читаем в Брит Хадаша Матфея 26 главе, что он взял чашу, благословил ее, и дал ее своим ученикам и сказал, пейте из нее все, потому что это кровь Нового Завета, или моя кровь, проливаемая за грехи множества людей. Но я вам говорю, что больше не буду пить от этого плода, пока я не буду его пить с вами в царстве моего отца. И после этого они вышли. Господь четко говорит, что он разделит эту чашу с вами в царстве его отца. То есть Ишуа напрямую использует Песох, его историю, утверждает хлебопреломление, и говорит, мы вместе это разделим вновь, когда я вернусь. Раф Шауль, или апостол Павел, он тоже говорит о том, что хлебопреломление указывает на возвращение Ишуа. Сам пасхальный ужин указывает на его возвращение. Шауль говорит, что всякий раз, когда вы едите эту трапезу и пьете, вы возвещаете смерть Господню в прошлом, до тех пор, пока Он не вернется в будущем. Таким образом, Песох указывает на самого Господа, который должен вернуться во время своего второго пришествия, и мы будем праздновать праздник Песох вместе с ним. Мои друзья, ведь это просто прекрасно. В Евангелии от Луки 22 главе приводятся слова самого Ишуа, который говорит, я со всем сердцем желал бы вкусить этот Песох вместе с вами, прежде чем я пострадаю. Господь мог бы отправиться прямо на крест, и таким образом исполнить Песох. Но вместо этого, прежде чем Он отправился на крест, Он сказал, я на самом деле хочу вкусить эту пасхальную трапезу, вместе с вами. А на самой пасхальной трапезе, во время самого пасхального ужина, Он сказал, я очень хочу вернуться и вкусить ее вместе с вами вновь. Нет ничего более в Писании, чтобы описывалось так, как Песох, когда Господь, когда Ишуа говорит, что я с нетерпением, я с огромным желанием хочу разделить это с вами. Я хочу разделить Песох с вами. Я надеюсь, что в этом году, когда вы будете праздновать Песох, вы почувствуете, вы ощутите Божью радость в вашем доме. И, имея это на сердце и в разуме, я хочу сказать вам следующее. Хак Песох, Самех, счастливого праздника Песоха. И да благословит вас Господь и сохранит. Будьте благословенны, друзья мои. Надеюсь, мы скоро увидимся вновь лицом к лицу. Песох, Самех, счастливого праздника Песох.